Особенности древней еврейской поэзии В том разделе о художественных средствах языка мы рассмотрели общие элементы, которые свойственны для любого поэтического текста А вот теперь мы обратим внимание на особенность именно древней еврейской поэзии Чем она отличается от других, от римской, от греческой, от классической так называемой В каком отношении она стоит особняком И это как раз в псалмах присутствует Если не учитывать этого, значит, не почувствуешь дух, не почувствуешь настроение псалмопевца Характерным отличительным моментом древней еврейской поэзии называется параллелизм Это понятие привязывает только к библейской поэзии, к ветхозаветной Это понятие впервые ввел Роберт Лаут Роберт Лаут, английский епископ Вот этот человек считается одним из самых крупных исследователей библейской поэзии Что он написал фундаментальный труд И вот там впервые в истории науки о Библии он ввел понятие параллелизма Стал подробно исследовать, изучать данное явление Труды Роберта Лаута продолжил еще один крупный исследователь Библии, еврей Роберт Лаут, это англичанин, английский епископ А вот вторым крупным исследователем был Мозес Мендельсон Есть композитор Мендельсон, а это еврейские ученые Мозес Мендельсон Тоже в XVIII веке В XVIII веке он жил 1729-1786 В одной и той же эпохе Они жили Он один труд большой совершил Этот Мозес Мендельсон Он перевел пятикнижие На литературный немецкий язык Параллелизм Это передача одного и того же смысла Разными словами В целях создания Единого поэтического образа Одно и то же, но Разными словами, разными словосочетаниями Разными выражениями Одна и та же мысль Сейчас мы будем приводить пример Разновидности Параллелизма отметим У Льюиса есть такое простое сравнение Явление параллелизма С танцевальными упражнениями С танцем Три прыжка влево Три прыжка вправо Три прыжка вправо Три прыжка влево Да, такая вот симметрия У здания Там есть левое крыло Правое крыло Принцип симметрии присутствует В древней еврейской поэзии Тоже Во многих словах В выражениях Что этот принцип присутствует Такая конструкция Она создает определенный музыкальный ритм Ритмика музыкальная И облегчает запоминание текста Текст лучше запоминается Вот почему Не так трудно учить многие слова Из речений библейские Не только в Ветхозаветнии Но и в Новом Завете тоже В Евангелиях Там речь Христа В ней тоже определенный ритм Есть Какой меру и мерите Такой и вам будет отмерено Как хотите, чтобы с вами люди поступали Так и вы с ними поступаете Равновесие, ритм, гармония Это во многих текстах присутствует Но Вот параллелизм библейский Делят на Три вида Три основных вида Сейчас правда начинают вводить Еще некоторые Подвиды Но основных Три Первый называется Синонимический Параллелизм Слово синоним Что означает? Кто вспомнит? Равный по значению Равный, да Равный по значению Разный может быть по форме Слова разные По звучанию Но родственные По значению Выражение одной и той же мысли Очень похожими словами Вот пример Из Псалма 8 Что есть человек Что ты помнишь его И сын человеческий Что ты посещаешь его Мысль одна и та же В двух полустишеях А выражена она просто Разными словами Что есть человек Там сын человеческий В первой части Что ты помнишь его Во второй части Что ты посещаешь его Одно и то же Но разные слова Второй вид Параллелизма Антитетический От слова Антитеза Можно этот вид Параллелизма Назвать Контрастный Параллелизм Противоположный Он несет Резко Контрастную Смысловую Нагрузку Второе Полустишее Стихотворные строки Резко Противоположно Первому В филологии Есть такой термин Колон Колон Это полустишее Стихотворные Строки Библейские Строки Они Делятся На два колонна Или на два полустишие Что есть человек Что ты помнишь его Первый колонн Или первое полустишее И что есть сын человеческий Что ты посещаешь его Да это второй колонн Или второе полустишее Если где-то вам встретится Вот этот термин Это словечко Колонн То не надо его бояться Оно обозначает просто полустишее Там первая часть Вторая часть Стиха Вот при Антитетическом параллелизме Два колонна Резко противопоставленная Резко противоположная Мы уже пример приводили Там Бог гордым противится А смиренным дает благодать Первое полустишее Второе полустишее Противоположное Резко Они поколебались и пали А мы встали И стоим прямо Тут тоже такое противопоставление Дом беззаконных разорится А жилище праведных процветет Третий вид Третий вид Параллелизма Синтетический Определение какое можно дать Что значит синтетический? Соединенный Да, соединенный Но Не совсем так буквально При синтетическом параллелизме Мысль развивается Нарастающим темпом По принципу дополнения Псалом 18 Закон Господа совершен Укрепляет душу Откровение Господа верно Умудряет простых Повеление Господа праведны Веселят сердце Заповедь Господа светла Просвещает очи Основная мысль И вот ее развитие Развитие Нарастание Нарастание Получается тезис Да Да Его расширение Расширение Постоянное дополнение Что это синтетический Параллелизм Ну и Современные Исследователи Библейской поэзии Ввели еще один Вид Параллелизма Они назвали его Параллелизм Расширенного колонна Это когда Неполноту Первого колонна Уточняет И дополняет Второй колонн Да коли Господи Нечестивые Да коли Нечестивые Торжествовать будут Псалом 93 3 В первом колонне Да коли Господи Нечестивые И все И обрывается Вроде бы Мысль Запятая стоит А во втором колонне Уточняется Да коли Нечестивые Торжествовать будут Вопрос Господь Однажды Сказал Бог И дважды Да и дважды И давайте Давайте попробуем Найти здесь Параллелизм Расширенного колонна Вот она Вот она Первое Воздайте Господу Сыны Божьи И дальше Расширяется Воздайте Господу Славу Славу Имени Его Поклонитесь Господу И благолепно Светилища Его Да Можно отнести Глаз Господа Расекает плавен Глаз Господа Потрясает пустыню Потрясает Господь Пустыню Кадис Вот Ну то есть Потрясает пустыню Потрясает Господь Пустыню Кадис Дополнение Дополняется Ну и вот Пятый стих Тоже Глаз Господь Сокрушает кедр Какие кедр Не понятно Господь сокрушает кедр Ливанский Да Затем Господь Сокрушает кедр Ливанский И потом дальше дополнение и заставляет их сказать подобный тельцу нет это сказать оиска это нет это не ну как как бы расширение идет какие кедры ливанские потому как то что заставляет ливанские кедры можно но цель то задание в том чтобы в отдельном стихе вот еще 11 также господь дает силу народу своему и дальше решать господь благословит народ своим миром 90 91 псалом посмотрим ибо ты возвеселил меня господи творением твое восхищаюсь делами рук твоих 8 да как нечестивый возникает как трава девушки чтобы 10 10 и вот враги твои господи вот враги твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконные враги твои гибнут и дальше вот враги твои гибнут и рассыпаются и все делающие беззаконные расширяются уточняется кто такие враги делающие беззаконие 12 ока моё смотрит на врагов моих и уши мои слышит и не только он не смотрит еще и слышит расширяет по 15 чашу спасением приму имя господне призову 7 точно отлично о господи я раб твой я раб твой и сын рабы твоей ты разрешил улыбку моим да ну да и вот тоже 10 тоже во дворах дома господне и дальше посреди тебя иерусалим то есть где куда посреди рейса продолжая вот эту тему что еще одну особенность мы с вами отметим еще один отличительный момент обратим внимание он тоже очень часто встречается салма и в других поэтических песни песенных текстах священного писания это так называемый реф рен или проще говоря припев не речитатив речитатив это манера чтения а речитатив это такое мирное напевное чтение какого-либо текста по моему евреи в синагогах так читают молитвы речитатив есть и в православном богослужении когда чтец читает читает по молитвослову напевность присутствует в речитативе читает как поет это между прочим тоже вот один из наверное недостатков чтение вслух когда они просто читают а поют татата 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 такой стиль чтения чаще всего присущ авторам поэтому которые пишут стихи вам они во время написания стихов следят за ритмом музыкальности когда начинают читать слух у них тоже вот это наблюдается такая ритмика обычно поэты свои стихи читают невыразительно но не все у некоторых сочетается то и другое и стихи они пишут и вслух читают неплохо вот например лев болеславский есть такой у нас поэт слышали его как-нибудь нет не приходилось слышать лев ионович болеславский у него есть сборники духовной поэзии это профессиональный поэт он член союз писателей россии теперь член союз писателей москвы христианин верующие человек вот он и хорошо пишет и очень хорошо выразительно читает без вот это напевность который присущ авторам многих но рефрен или припев не имеет никакого отношения не к речитативу манере чтения а это повторяющаяся часть песни когда в исполнении песнопения участвует хор и солист солист обычно поет куплет один за другим а хор поют припев а вот в псалмах когда мы с вами встречаем такие повторяющиеся строфы это свидетельство того что вот этот псалом использовался во время коллективного богослужения где был хор певцы и был солист солист основной текст пропевал соло а припев хор а вот сразу на вскидочку кто может вспомнить такие рефрены припевы в псалмах 135 там солист начинает а припевка постоянно ибо вовек мило тего там да да это хороший пример в некоторых общинах христианских особенно в таких в новых где много молодежи я слышал как вот этот псалом читают перед началом богослужения все вместе то есть ведущие пастор или диакон первые слова произносит вслух а вот это выражение ибо он благ ибо вовек милость его все повторяют хором все произносит хором ибо он благ ибо вовек милость него это неплохо получается такая такое молитвенное прославление бога коллективные совместные максимальное участие всех присутствующих обеспечивается тем самым за счет вот такого припева или рефрены а еще какие можем вспомнить псалмы где тоже припев нам встречается рефрен давайте тогда откроем 41 42 вы наверное знаете о том что раньше по всей вероятности это был один псалом до 41 42 единый потом его разделили попробуйте найти рефрен текст этого псалма что он и ваш ты душа моя что смущаешься война бога ибо я буду еще славить его спасителя моего и бога моего почему вы решили что это рефрен он повторяется шестой стих сорок первом стал мне двенадцать и в сорок втором последний правильно да вот пожалуйста и в сорок втором 5 сразу бросается в глаза рефрен на что унываешь ты душа моя и что смущаешься уповай на бога ибо я буду еще славить его спасителя моего и бога моего повторяется не не единожды многократно ясно видно но не во все же так псалмах не не во втором может благослови душа моя господа и вся внутренность моей святой благослови душа моя господа если вот это выражение повторять сейчас несколько раз несколько раз это можно тогда считать при первом а вот псалом 8 есть такой его считают выдающим с псалмом он короткий величественный там тоже рефрен легко отыскать посмотреть на него внимательно и старайтесь определить где же там рефрен в каком первый последний стих господи боже наш как величественно имя твое по всей земле до начала псалма и конец одно и то же выражение господи боже как величественно имя твое по всей земле здесь легко найти рефрена а вот теперь давайте попробуем более трудный вариант делать где рефрен не сразу бросается в глаза но он присутствует ну например псалом 23 ну и какой же стих вы определили 8 9 повторение до 7 повторяется 7 и 9 повторяется 8 10 повторяется разница небольшая чуть-чуть да вот кто сей царь славы а дальше господь крепкий и сильный господь сильные брани 10 господь сил он царь славы есть отличие да здесь не буквально и повторение есть некоторые там различия но суть одна и та же очень много похоже 28 салон и да она тоже такой же рефрен есть вроде 3 4 5 потом 7 повторяется 8 9 и когда наши хористы поют по моему на день не входа господня в иерсалим поют как раз текст 23 псалма церковный хор поет кто сей царь славы да господь сил царь славы нам не безразлично современная церковь и у нас есть что ей предложить поддержите наш проект молитвой финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtv seminary.com следующий тема светская и сакральная поэзия библии слово сакральный понятного встречалась она где-то что означает слово сакральный сокровенный может не вряд ли нет сакральный значит священную и духовное святое синонимические определения что вот эти понятия иногда обозначают одним словом сакральный можно было бы по-другому озаглавить эту тему пример светская и духовная поэзия библии или там духовная и светская поэзия но этот термин тоже часто встречается в разных учебниках исследованиях богословских это интересная сфера для изучения библейских текстов как отделить светское от духовного или духовное от светское и вообще существует ли в библии такой раздел между светским и духовным мы сейчас это увидим да можно ли разделять или нет смысла разделять если тут какой-то условный подход чисто такой внешне искусственный может быть который придуман современными библейскими учеными мы попытаемся вот это выяснить конечно сразу можно сказать что в библии нет разграничения в библии нет указаний ага вот этому светская поэзия или светской там песнь песнопение а это вот духовное нет четких указаний это деление было введено уже позже когда стали изучать библию с разными подходами на разных уровнях но если иметь ввиду книгу псалмов в некоторых псалмах есть такие указания уведомления заголовочки заставочки ну какие например песнь господня подчеркивается псалом 136 так начинается вот точно указание что это вот божественной песни песни где в центре бог прославление его милости его щедрот салме 136 есть такое выражение песни господня четвертом стихе салом это же не 136 псалом это просто в контексте употребляется когда отвечает как нам перед песен господню не говорится что не 36 псалом поют от песни господню какую-то да ну просто песню это нельзя отнести непосредственно 136 а выражение такое встречает с песни господни ну и есть указание как мы уже с вами говорили например псалом хвалебный ясно что хвалебный не не в адрес там человека или народа а хвалебный где бог прославляется какой слом 99 1 есть там такое упоминание начали в библии нет разграничение на светской духовную поэзию или песни впервые вот это деление на светские жанры на духовный применил один немецкий ученый звали его герман гункель 1862 1932 годы его жизни до чем прославился этот ученый немецкий вообще какова была его сфера исследований он изучал жанры библейской литературы библейских книг и вот он как раз впервые применил подход разделение разграничение духовной и светской поэзии он предложил считать светской поэзии те отрывки те песнопения псалмы которых имя божье не упоминается нет упоминания имени бога да вообще имя бога не не присутствует в таких текстах сейчас мы с вами перечислим вот те отрывки поэтические письмен песен и музыкальные которые относят к светской поэзии к светской поэзии относят так называемые трудовые песни трудовые понятно при совершении каких-то работ в основном сельскохозяйственных ведь древние евреи чем занимались сельским хозяйством скотоводством все то что связано с таким видом деятельности такой труд часто сопровождалось пением и такая традиция не не ушла не канула в лето во многих странах присутствует и в нашей стране тоже в до советский период когда шли люди там косить траву вязать снопы они пели во время работы пели тоже в советское время тоже стали внедрять такие советские традиции сопровождать физический труд игрой на музыкальных инструментах более яркий пример такой песни трудовой это книга числу числа 21 глава 17 18 стихи когда воспел израиль песню наполняйся колодец пойте ему колодец которую выкопали князья вырыли вожди народа законодателям жезлами своими из пустыни отправились матану да это вот короткое песнопение так и называется по первым строчкам наполняйся колодец пойте ему видите какое выражение необычное наполняйся колодец и пойте ему вроде бы колодца колодца обращена песня не к богу а колодца ну и потому вот гунки или другие отнесли данное песнопение к светской поэзии к светской песне вроде бы обычная такая трудовая песня здесь и имя бога не присутствует и обращение к богу нет если посмотреть шире то вряд ли можно сказать что это в данном случае только светская песня это не совсем так здесь мы можем с вами обнаружить символы обобщения какие а вот сам колодец колодец в израильском народе был местом встреч и сходок у колодца судьбоносные встречи происходили которые изменяли до судьбы личные судьбы людей кто может вспомнить пример таких судьбоносных встреч у колодца ревейка подождите это позже было сначала ревейка было потом уже самарянка да по точнее раб авраама авраам послал раба или азера чтобы найти невесту невеста иосиф тоже у колодца встретился с с работорговцами из египта до моисей и сепфора до встретились у колодца защищал книг бытие и акфорахиль тоже у колодца все свадьбы у колодца были да и потом вода тоже очень такой объемный обращающийся в народе колодец носил некий смысл это был символ до символ жизни символ божьего присутствия помните бог сказал моисею скажи скале и из нее истечет вода из скалы так что вряд ли можно сказать что вот песни о колодце это чисто такая светская песня тут условное такое отделение духовный момент сакральный священный тоже присутствует имя бога не упоминается но подразумевается божье присутствие божье прикосновение даже и в этом случае тоже и вот эта традиция судьбоносная связаны с водой с колодцами она в общем присутствовал и в нашей стране тоже еще в языческом обществе до принятия христианства у рек у водоемов у колодцев обычно устраивали договоры совершали договоры о предстоящих брак сочетаниях и так далее а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok